Я разговаривал недавно с людьми из его близкого окружения и там мне сказали, мне показалось, что они в этом уверены, что они не сомневаются в победе своего шефа. Единственное, что их очень беспокоит, это возможное выдвижение на пост президента Гройсмана либо Яценюка, потому что они как бы играют на схожем электоральном поле. Поэтому отсюда у меня вопрос. Вы понимаете, что вы, возможно, держите ключи к победе одного из двух кандидатов на выборах Порошенко или Тимошенко? От того, выдвинете вы свою кандидатуру Гройсман или нет, зависит будущее, как минимум, Порошенко, ну и, соответственно, общий исход выборов. Виталий, я не в той ситуации, чтобы выступать техническим кандидатом. У нас очень много ходоков на президентские выборы, у них такая игра, каждый президентский выбор, брать участие в этих выборах. Я не беру участие в выборах. Я або выиграю, або не принимаю участие в выборочной кампании. То есть пока что вы не участвуете в выборочной кампании? Решение про участие в президентских выборах будет принято с съездом партии. Съезд запланованный на сечень месяц, потому что остальная дата висновления кандидатом президента – это 4 лютого 2019 года. По закону. Так. И в ядваре съезд решит. Чому съезд? Потому что нам нужно сейчас поделиться, какая динамика. Мы сейчас працюем по всей стране. И когда я говорю, что працюем по всей стране, я хочу только одно. Не. Я хочу справедливости по отношению до партії, до ее членов, до фракции, до членов уряду и особисто до себе. Чи є мене за что критиковать? Дуже много есть за что. Но я прошу, чтобы вы слышали то, что мы сделали. И тих 22%, которые проголосовали, чтобы они знали, за что они отдали свои голосы. Поэтому это решение прийме партія. Но я еще раз подкраслюю, что не участь заради участки. Участь исключительно заради перемоги. И если дозволите, вы задали вопрос, кто выиграет выбор. А мы, кстати, тоже дойдем до этого вопроса. Я бы хотел поделиться на того Нострадамуса, який может передбачить в Украине результаты президентских выборов. Это еще одно досягнение. Ответы, как в России все просто. Да. В России все знаешь на 10 лет наперед. Тут все-таки настоящая политическая конкуренция. Она может быть дикая, но настоящая конкуренция. Я согласен с вами. В продолжение разговора про президента. Я просмотрел вашу биографию перед нашей встречей. И я даже забыл некоторые из тех должностей, которые вы занимали. Я даже перечислю сейчас быстро слушателям. Министр иностранных дел, министр экономики, глава НБУ, спикер парламента, премьер-министр в конце концов. Знаете, мне это напомнило регалии у боксеров. Пояс ВБО, ВБЦ, АйБФ. Так вот, в вашем перечне поясов не хватает одного главного. А пояса президента. Когда вы будете готовы побороться за этот пояс? Я, по-перше, в дячней доле, что все эти посады были. Знаете, почему? Если бы не было посад, не было бы досвиду. Не было бы досвиду, мы бы в 2014 году не устояли. Я бы не знал, что делать. И я бы хотел бы искать человека, который знал, что делать. Пояс президента. Щодо поясу президента страны, он обязательно будет. Он будет. Сейчас или, возможно, позже? Доля подскаже, когда. Можливо, сейчас. Можливо, позже. Многие думают больше о рейтинге своей партии, о себе, чем о стране. Это старая известная проблема и беда. И, к сожалению, эта беда продолжается. Из того, что я слышу, в принципе, Народный фронт симпатизирует Гройсману. И нельзя отрицать того, что Владимир Борисович может стать единым кандидатом от Народного фронта. Единым кандидатом куда? Я не понимаю. На пост президента. Я не слышу про то, что премьер-министр Украины Володимир Гройсман принял решение баллотироваться президентом Украины. Это первое. Другое. Володимир Гройсман не является членом политической партии Народного фронта. Ну, можно же оформить это дело быстро. Народный фронт, если будет выставить кандидата в президенты, то исключительно члена своей партии. И, как правило, выставят лидера партии. Продолжение следует...